К предыдущему видео пришел комментарий, я подумал, что действительно, раз уж сейчас мы проходим с вами функции, давайте разберемся с тем, как передавать в эти функции аргументы. Так что это даже не отдельная часть 105.1, а просто дополнение к предыдущему видео, слайдов никаких не будет, сразу переходим в Ubuntu. На всякий случай, если вы смотрите неподряд видео, значит мы с вами в прошлый раз разобрались, то что у нас есть в домашней папке пользователя, файл bash.rc, который мы можем редактировать, и в этом файле у нас могут создаваться псевдонимы и функции. В прошлый раз мы с вами создали псевдоним и создали функцию wtf, в которую у нас выводят определенные команды, последовательность команды, такой bash скрипт. Я изначально указал вот здесь вот две скобки, их можно было не указывать, вообще функции можно задавать с этими скобками и без этих скобок. Когда мы задаем функцию и указываем скобки, значит мы можем передавать функцию какие-то аргументы, этим сейчас и займемся. То есть прошлая функция, которая просто задавалась своим именем, вот этим wtf, она никакие вводные параметры не требовала, она нам сразу давала вывод. Покажу сейчас, как она у нас работает, я уже на самом деле за два дня забыл, как она работает. Вот, она нам просто выводит текст. Мы сейчас создадим функцию, в которой мы можем передавать какую-то информацию, и в зависимости от вводных вот этих вот аргументов, которые мы ей предоставляем, она нам будет давать вывод. Мне кажется, что это немножко рановато, но действительно, раз уж функции и сейчас, то давайте добьем. Давайте, наверное, я вам еще и ссылочку брошу, значит какую-нибудь такую простую функцию напишем, например, по просмотру лога событий, сортировки его. У нас есть лог авторизации. Команду less вы должны знать из предыдущих видео, из предыдущего плейлиста. Есть такой у нас лог, лог аутентификации. Я его выведу редактором less, на самом деле там не так уж и много у меня записей, можно было использовать и кат. Буквально два дня у меня это у бунта живет. И вот это такой лог авторизации, того, что у нас происходит, кто у нас как бы авторизуется в нашей системе. Давайте возьмем и опять воспользуемся командой, которую вы уже должны знать, и отсортируем этот лог по имени пользователя. Хочу я посмотреть var, log, все события, касающиеся меня. И по пайплайну передадим это все в less, опять же, чтобы было поменьше информации. Видим всего три события, на самом деле, у моего пользователя. Но это нам сейчас не важно. Так, давайте отсортируем количество вывода событий. Я думал долго с каким журналом поиграть, можно было поиграть с полным каким-нибудь журналом системы, но его сортировать, так лень. Значит, все то же самое, только теперь давайте выведем последнюю, скажем, одну строчку. У нас есть для этого tail такая команда, работа с текстовым выводом. Вот она нам показывает одну строчку. Хотим посмотреть две строчки, он нам показывает две строчки. Хотим посмотреть три строчки, он нам показывает, соответственно, три строчки. Ну, такой вот редактор, который может нам показать количество строк. Более того, мы можем с вами взять и, допустим, вот все это, то, что мы посмотрели с вами, передать, давайте в две строчки, передать в какой-нибудь текстовый файл. Тоже вы должны знать эту последовательность команды. Давайте нажимаю я, проверяю, появился файл в cma.ftxt, глянем его, посмотрели. То есть, мы с вами сейчас написали вот такую вот последовательность команды. То есть, если мы хотим посмотреть в журнале аутентификации события по какому-то пользователю и определенное количество последних событий и вывести его в какой-то файл, вот эту всю информацию, мы с вами пишем вот такую долгую команду. Если у нас вдруг есть какая-то задача частая, мы очень часто хотим просматривать события по какому-то, например, журналу событий и куда-то это выводить. И чтобы каждый раз вот так вот не писать всю эту последовательность команд, мы можем себе создать такую bash-функцию, в которой мы это все укажем. Давайте я удалю сейчас этот файл, чтобы он мне не мешался. Удалил, проверил, файла нет, чищу экран. И создаю функцию. Значит, для того, чтобы создать функцию, мы опять же идем, когда я там последний раз был, в bash-rc наш, вот он. Спускаюсь вниз и допишу функцию. Функция будет называться у нас, например, showLog. Это просто описание. Теперь, собственно, создаем функцию. Function. ShowLog. Теперь я указываю уже скобки. Только их давайте я укажу поближе, наверное. Не уверен просто, где они должны быть. По-моему, вот здесь они должны быть. Парабел, открываем фигурную скобку. И пишем, собственно, функцию. Давайте еще, наверное, в этот файл текстовый будем вначале выводить дату. То есть у меня там журнал событий. И давайте первой строчкой пусть будет дата. То есть я напишу команду date, которая нам дает текущую дату и время, которая будет передавать информацию в создаваемый файл. Я создавал файл по имени пользователя. Давайте мы создадим переменную, которая будет являться этим именем пользователя. Даже не переменную, а просто первый аргумент. Переменные нам еще рано знать. Значит, чтобы передать в функцию какой-то аргумент, мы должны указать его номер. То есть если я указываю через значок доллара 1, вот так вот, это будет первый аргумент функции. То есть если я напишу showLog. Пробел семаев. Семаев будет у меня первым аргументом функции. И именно так я и хочу назвать свой текстовый файл. Давайте, может быть, так пока оставим, чтобы вас не путать. Или нет. Давайте напишем сразу до конца. Разберетесь. Ничего страшного. Следующая строчка после точки записной. И та самая команда, которую мы использовали. Греб. Сортировка. Теперь мы сортировали по имени пользователя. Имя пользователя, опять же, это та же самая наша первая переменная. То есть как только у меня пользователь указывает эту переменную, создается файл по его имени. И он используется, этот пользователь, как аргумент команды греб. Будет искать var.log.log. Вот так вот. Имя пользователя. После чего через pipeline. Давайте для начала будем передавать по одной строчке. Минус N единичка. И отправляем. Тут, смотрите, я пишу два раза больше. Напоминаю, это тоже надо знать из предыдущих занятий. Одна стрелочка вправо. Один значок больше. Это запись файл. То есть файл перезаписывается. Две такие стрелочки. Это в файл дописывается информация. То есть первая строчка у меня, вот эта вот date, она пишет информацию в файл. Вот эти две строчки, они просто дописывают туда информацию. Вот эти две стрелочки. Дописывается в тот же самый файл.txt. То есть то, что я укажу, и будет у меня названием файла, когда я буду работать с этой функцией. Посмотрите внимательно. Ой, коллега, я зачем ей это сделал? Escape.dm. Она вернулась. Закрываем строчку, закрываем фигурную скобку, сохраняемся. Запомнили. Перезапускаем bash. Проверяем то, что у меня нет этого файла никакого. И пишу я свою функцию show.log по имени моего пользователя. Семаев. То есть теперь я передаю функции show.log своего пользователя. Команда выполнилась. Проверяем, появился ли файл у нас. Появился сразу, видите, семаев.txt. И смотрим его. И видим то, что первая строчка у меня была команда date, а вторая строчка у меня записала логин. Давайте теперь создадим, даже давайте сначала проверим, для несуществующего какого-нибудь пользователя Петров функцию. Эта функция, ей все равно, она не будет ругаться, потому что пользователя не было. Она же у нас как бы не обращается непосредственно к пользователю функции. Единственное, что делает, она создает текстовый файл по имени вот этого аргумента. В этот текстовый файл отправляет дату, потом проверяет журналу нотификации на наличие вот этого вот слова в нем. И если что-то есть, она добавляет нам файл по имени пользователя. Мы такую функцию с вами написали. Проверяем. Создался файл Петров.txt. Вот он. Смотрим в этот файл Петров.txt. И видим то, что в журнале событий о нем ничего нет, но первая строчка функции отработала и добавила дату. Соответственно, если мы заново вызовем ту же самую функцию для Семаева, где там она у меня, она точно так же отработает. И почему у нас информация не дописалась? Первая строчка кода у нас, напоминаю, первая строчка функции, она дату записывает заново в этот файл. То есть она весь файл перезаписывает. Поэтому у меня просто каждый раз, когда я вызываю функцию, несмотря на то, что есть в этом файле, и функции моей все равно, она затирает эту информацию, заново пишет дату и заново сортирует журнал событий. Если в нем находится впадение, по одной строчке перекидывает туда. Точно так же мы можем с вами указать моей функцией побольше переменных. Я, наверное, укажу вам еще одну только, а вы дальше можете играться как хотите. И если я когда-то доберусь до своего сайта, я там сделаю корректные домашние задания. Но это мне надо куда-нибудь уехать в Камбоджу недели на три, где будет плохой интернет. Я там спокойно этим буду заниматься. Давайте добавим вот сюда переменную. Добавим, сколько мы хотим видеть строчек. $2. Это будет у нас второй аргумент функции. То есть теперь я могу, помимо того, что я передаю имя пользователя функции, я могу еще передавать в числах количество строк, которые я хочу взять из журнала событий. Сохраняюсь. Перезапускаю bash. И пишу ту же самую функцию showLog по моему пользователю. Но теперь я могу еще указать, какое количество строк я хочу, чтобы tail отправил нам в эту функцию. Например, я хочу сказать ему три строчки, если он столько найдет. Нажимаю, проверяю. И вижу то, что у меня теперь уже три строчки сюда передалось. То есть мы написали функцию, которая может работать уже с тремя переменными. Мы можем на этом не останавливаться. Я на этом остановлюсь, просто вам немножечко подскажу, подпокажу. Мы можем с вами, например, вместо вот этого журнала всего указать третью переменную. Вот так вот. И тогда, когда мы сохраним эту функцию, мы можем указать первой переменной имя пользователя, с которым мы работаем, второй переменной мы с вами будем указывать, сколько строчек передать, а третьей переменной в каком журнале посмотреть, вообще в каком текстовом файле посмотреть. То есть у нас получается такая функция, написанная под наши нужды, к которой мы указываем необходимое количество аргументов. К слову сказать, есть еще аргумент $0, который передает имя функции, но это вы посмотрите по ссылке, которую я вам добавлю на YouTube. То есть рассмотрели мы сейчас с вами, как создавать в баше функцию, которая умеет работать с вводной информацией, с вводными аргументами. Если было непонятно, пишите комментарии, я постараюсь вам как-то подробнее объяснить.